polaris i'm not сюрпризе ps google вот здесь я бы посоветовал сыграть поосторожнее поаккуратней точнее говоря нет наоборот более агрессивно не пытаться затягивать всю макро игру с таким оппонентом как коси на той карты ты это порешала благодаря удачной первой атаке золотами и play first same hero берет оси vision говорит йода итак желтенький си у нас оказался снизу слева сразу же собираются здесь играть fast expansion у коси у коси нет пятых пулов с нервами пока хорошо у коси не пытается он рисковать выиграть дешевой темой да я думаю что на фс это не так просто выиграть пятым пулом хотя возможно да ну и тут походу что это вера доша вера доша что еще это может быть конечно вера да и сразу же пул пул причем по моему поставлен грамотно почему неграмотно потому что йода его ставит здесь значит такая восстановка пула априори не может быть верной муке здесь кстати пилон будет я думаю фаржа скорее всего что фаржа речь не аксу что боже решил рискнуть си решил сыграть 12 nexus а тут оверпул но так как си не посылал раннюю разведку возможно это такой тайминг и он успевает благодаря мертвым стенкам здесь отпихаться да это верди насколько мне известно придумала или или корейцы это такую тему придумали что тут как бы можно играть 12 nexus если делать мертвые стенки и вот кстати если бы кости сейчас сыграл пятый пул он бы конечно выиграл бы легко но он не так дерзок так дерзок да здесь будет гейт потом будет фотонка и потом будет фаржа вот так что была мертвая стенка здесь 6 собачек уже заказал косяша косяша заказал 6 собачек и ну да стойте а по моему по моему без мертвой стенки все сработает почему-то хотя 12 nexus все равно все сработает или не сработает тут косяше надо было микрить своим дроном чтобы мертвой стенку не смог если в случае чего сделать си а чё-то как-то еще бежит как-то криво попа сейчас косяша да очень криво попа он как-то бежит видимо не собирается рассчитывать на тайминг и уси все про канала уси все хорошо а вот коси зачем-то здесь перепрятал своих собак и собирается что что он собирается сделать его семью собаками без скорости и тут стенка с одной дыркой и пробка на месте а и он пробегает он пробегает вот это дашечка и он пробежал не успел не успел но зато зелот зелоты и пробками окружи и фотонку заказывай фотонку фотонку заказывай ну надо же за канала короче у косяша его хитрый план про канал он забежал тремя собаками правда у них скорости нет си что-то не обращает внимание что-то там контролил пробку до пытается он тут дрона запилить вряд ли получится хотя кто знает коси неплохой пм он замечает он и там и там контроль здесь пока еще нет не готова фотонка снова и как бы да как бы да а чё-то пробок мало на мэйне уси ой он еще и стыкует их почем зря против одной-то собаки зачем стыковать чуть авера до не потерял тут коси может еще потерять а я я и мразишь 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 ребятушки мразишь чуть не сдохла авера до но все-таки не сдохла не сдохла здесь авера до и кибернетическое ядро на мой взгляд как-то но поздно потому что лейру зерга уже заказан и вот этот вот пробег собаками на самом деле порешал но порешал не с точки зрения экономики протаса хотя и с нее тоже потому что как-то мало здесь пробок прежде всего с точки зрения тайминга он порешал то есть player был заказан до того как был заказан заказано кибернетическое ядро это о многом говорит знающим людям я имею себя конечно ох я да ядро готова плюс один заказал си это будет ранее относительно плюс один раньше чем в прошлой игре и сразу же stargate ну в отличие от предыдущей карты как бы стенки нормальные получается у зергов и я не уверен что это все заказнает минус дрон не ясный минус дрон экономика у оси на экспанши не хорошая на мэйне средне нормальная и на 3 тоже для этой стадии нормальная там как раз только только 3 овер появился то есть лимит к 35 должен приближаться сейчас укосим после чего он должен не заказывать до вера до 4 и какой там по счету 5 с учетом первого произведенного а должен он на деньги образовывающиеся да то есть там 34 35 лимита и он тратит деньги на 4 5 поту и на дополнительные здания то есть нам как раз не надо подстраивать вера до давайте посмотрим а коси неправильно исполняет билд ордер мой вообще коси нубасик коси не шарит в таймингах ребята боже олдскульные зерги они вроде бы хорошо играет и при этом настолько неправильно о боги заказал лишнее вера до сейчас и и у него не по таймингу будут готовы хачери никаких никаких ранних атак не будет уже от зерга здесь он отпихивается собачками да вот она у него пятая хатка до тайминга никакого на самом деле зато спайр уже готов благодаря тому что спайр был спайр да был за кого вернее кибернетическое ядро было заказано позже лера и поэтому спайр уже готов и вряд ли вряд ли си успеет убить это вера до но зато он вовремя разворачивается и идет в отважное отступление наш си да у него отважное отступление потому что он играет за сборную дефайлеру дорогие друзья здесь тем временем четвертого я чё то я это офигел надо подправить немножко а зачем он убил можно было использовать эту пробку для стека корсаров странный си это полезная пробка протасы и и сами делают обычно уси она самой собой получилось и вот он зачем-то и убил фотонкой может быть не хватало лимита может быть еще что-то в общем тут здесь темплар архивы корсары не достраиваться и очень плохо что коси видит что корсары не достраиваться него может возникнуть шальная мысль сейчас построить муталиска и отбрить нашего сишечку и сижечка бежит в атаку плюс один уже есть но тут да тут стенка стенка не очень крутая валюшину надо было выше ставить но есть собаки поэтому все равно ничего не сделаешь такой халявы как в прошлой игре уже не будет и соответственно и здесь тоже стенка очень хорошая вообще такая страта до который мы сейчас видим от си на на мой взгляд дерьмовая то есть ну как бы на тоже из какого-то лохматого 99 года ладно не 99 это преувеличение но все равно она слишком старая чтобы работать да то есть вот посмотрите как поздно будут хай темплары уси если бы кости сейчас играл в стиле джей донга до какого-нибудь у него было вовремя готова 4 5 вечере и он по таймингу построил большое количество гидры то си был бы обречен с такими долгами на самом деле ну правда там в этом билде еще не делается ни одной санки и там приход где-то на 930 910 вот а сейчас уже минуты 10 11 то есть уси очень сильно отстает тайминг появления хай темплара если против него играл агрессивный зерк то он бы его запросто пробил бы конечно откуда я это знаю оттуда что я готовил эту страту к моему великому шоу матчу против деволта 0 4 в его пользу но это все не важно это все мелочи этой детали главное что и альфи убивал этой стратой я знаю о чем и говорю да но с другой стороны да как бы уси все в порядке в порядке в макро плане он поставил третью базу пораньше пораньше он при этом ничего не боится сам же коси сам же коси но это уже слишком позднее гидра чтобы она могла что-то сделать с протосом не поэтому да он там видимо гидра строится на случай чего непонятно чего просто так видимо тому как мусанками в общем-то отбивается любые поползновения протаса сейчас идти в атаку и гидра тут особо не нужно то есть тут либо будут люркера сразу же либо да это похоже что люкера потому что скорости еще нету это будет люркера и игра в хай в поздний такой позднее солидное макро развитие вот они эти люркер очки ну я уважаю такой стиль но си сделал хорошо и правильно то что у него ранее третья база и он сможет построить достаточно быстрый ай-яй-яй как неудачно он сбривает сейчас пилон ай-яй-яй вот это за он поварил сам себе все сиши сейчас у него не доделался радиус драгунам и он не доделается пока здесь не будет воцкнут пилон потому что этот пилон явно до до ядра не достает омэ г шасси что за ошибки что за детские ошибки а здесь уже как бы стеночка из люркеров готова хай скоро будет построен ну по билдор должен быть быстрый хайф ибо а зачем еще играть вот такой билд если не будет быстрого хайфа где хайф вообще почему нет хайфа хайф уже должен быть заказан вот queen nest по моему поздновато можно было намного раньше все это сделать если пока что ходит по карте смотрит чтобы нигде не было какой-то халявной 5 база зерга но зергу по большому счету 5 база сейчас не нужно то есть он еще свои 4 не раскачал ему пятую базу ставить вообще никакого смысла нет только не знаю зачем протос и нервирует или что короче си си молодец ему сейчас надо ничего не делать ему сейчас надо просто строить армию да вот так и ты делает строить армию и у него все будет хорошо проатаковать этого зерга и не знаю тут уже все равно надо будет воевать с ним в макро то есть такая страта что тут я не уверен что можно пробить зерга без ранних ревачков без ой а что это такое было там что-то сбили по моему по моему а пса и корсара в общем все хотел пролететь проштормить но ничего не вышло предусмотрительный коси повесил с коржей бегает он сам по карте собачками си тоже что-то тут да создает динамику пацаны создают динамику на карте это как бы но новый наш термин ребята как когда люди непонятно зачем что-то что-то делает это не значит они создают динамику на карте нервирует оппонента своими телодвижениями на самом деле что тому что другому вообще не надо сейчас никуда ходить своими своими армиями да ну единственно что кости может до побегать собачками чтобы создают да лансер создают динамику вот как ты ты тоже любишь создавать динамику такие ну на самом деле просто никуда не надо идти я думаю парням потому как но куда идти не протосу не верну зергу нужно ждать хайва протосу нужно ждать лимита там с ревочками там с чем дело четвертую базу очень да окей коси коси да создают динамику как уже было сказано много фотонок делаете я такую тему не люблю мне нравится больше стиль тамара когда тамара тамара если вы заметите он никогда не ставит столько фотонок а хотя вот у тамары обычно вот так как вот здесь вот уси то есть у него всегда там минимум фотонок и он лучше роба поставит чтобы там с ревочками обороняться тем более что масс фотонки они не особо ты решает видимо усе просто лишние деньги и он тратит куда попало и окей 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 ну ничего не происходит ну просто еще не происходит на defiler mount происходит и адреналин делает коси думаю еще нет но скоро будет и меня немножко они вот тут ревочки все таки си правильно играет макро стадию еще бандж ва учил что надо ревочков делать в макро пвз обязательно да делает делает ревочков ну ибо когда появится с вами то там понятно что ревочки нужны будут удар удар который ничего не видит невидимый дар который ничего не видит окей носи вовремя запалил эту тему и кость еще даже и не отменяет теряет он сколько-то там минералов штормы летят на зерга достаточно удачный зачем-то пытается атаковать сейчас кости это очень плохо и глупо зачем ты атакуешь коси хотя смотрите у него почему-то это выходит он атакует и и разбирать на самом деле си я не понимаю как такое произошло почему не штормишь ну почему ты не штормишь ну тут такие просто я не знаю золотые моменты для шторма были и си почему-то не штормил это все чем-то занимался неужели харассил почему я этого не заметил по карте нет по моему си даже не харассил в этот момент просто занимался видимо макро достраивал гейты нет он даже гейты не достраивал в общем непонятно что делал сейчас и не проштормил тут как бы без потерь зерк отжал половину армии си не понятно почему си даже не штормил все это дело хотя штормилась очень хорошо по идее ну то есть нет он что-то проштормил но были свободны к этим лары вот сейчас шторм неплохой есть дефайла 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 лимит и соотношение лимитов я думаю примерно равное и это плохо для протаса вот надо было раньше так штормить где вся в армии ты ефта где вообще ревочки почему я не вижу ревочков ребята они где-то были куда он перевез этот си таинственный си куда-то дел своих двух реваков я не понимаю как это произошло и вот они эти два ревака у боги ребятушки о боги да короче пацаны сидят ну зерк делает пятую свою базу это вот он грамотно придумал но и а вот эти два два ревачка оси атакует атакует он дешевым своим лимитом люкеры плюс собаки плюс немножечко гидры и благодаря ревочкам благодаря грамотным штормам и благодаря неудачной атаки от коси я думаю что си тут все должен разбирать хотя он почему-то не разбирает да он отступает но почему ты не штормишь вот это все дело почему почему ревочка не помикрил ok короче си тут как бы упустил опять очередную возможность больше отнять войску зерга чем чем он отнял с моей точки зрения хотя казалось бы чем-то заниматься еще как не не крись когда полный лимит уже заняты сюси кстати гитов ты не усилим на гитов нормально но я думаю что могло бы быть и побольше с учетом количества ныщек или наоборот короче дурацкая макро пвз вот и си как бы основа не атаковал тут по таймингу но зато он атакует пятую базу на этот раз правильно выждал он момент здесь ничего нету зерга азург похоже собрался идти в контратаку а куда он собрался неужели на мейнксе у си всего лишь один хай темплар две фотонки тут какие-то дешевые идет вперед грозный коси идет вперед вот это да вот это вот это тактика вот эту тактику показывает нам коси на самом деле это редкость вот такая тактика от зерга агрессивная когда еще нет слонов и вот так вот с дюркерами ходит ведь не боится и парень кстати у него а где его авера до а где его авера до ребята два ревачка два ревачка должны порешать а идет он вперед зелками драгуны вообще там ничего не отнимает потому что под свормом потому что под свормом неплохие штормы дарк нарезает вот это да но сзади подбегает еще подкрепление от коси не ужели он сейчас разберет неужели он разберется и ну что за гнусный зерк еще и авера до со скоростью дарк там один дарк не оставит а дрона в собой в атаку взял нифига себе пробивает что ли да пробил пробил сишу ай сиша сиша на походу что это все-таки 11 но я как бы предупреждал си что сквозь и не стоит играть в макро им из конкретно ему потому что он макро немножко неправильно играет вот тамара он правильно играет в макро а вот как бы а в это ф мразишь 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 не он тут не отобьется уже сил потерять свой мэйн потому что ну а нечем будут убиваться нечем к сожалению отбиваться слишком много тут коси с адреналином он с классными грейдами обещаем дофук дофук мразишь может быть какой-то ревачок сейчас да вот два ревачка могут потащить игру мне кажется хотя блин нет не потащат они эту игру и бомб сучка бомб бывает или не отбивается что-то не пойму но тут кость еще не подсылает забывает подсылать свои войска у него очень много то ли уже перестал контролить или что он не подсылает а вот так вот издевается над нашим русским протосом ой то есть не нашим а их ним украинском протосом вот так вот издевается над сишей делают хатки бюркер очки тут подкапываются и вот они эти подкрепушечки ой оси тут видите на что-то надеяться в макро плане развивает он третью базу то есть это уже какая-то пятая база усиши но она явно жить не будет ну вот так вот получилось что си я думаю имел какое-то преимущество по билду но вот он не знает к сожалению что такое тайминг и вот так вот с него получается в макро стадии зергами просто видите да как бы ну здоровая критика стиля си что он он не нападает по таймингу на зерга вообще то есть он мог попробовать как-то напрячь там с двух сторон там еще что-то поделать let's just go another one please слышь вообще бм какой-то болгары бм